Кто-то настоящий Лондон? Я использую ханглоков. Я студент. Да, я студент. Программа Lingafon. Это программа Lingafon на 101FM. Это программа об иностранных языках. В студии Дарья Допузлеева, Ольга Балезина и преподаватель английского языка, директор лингвистического инновационного центра образования Наталья Гончарова. Привет, девочки! Как вы сегодня? Как мне, лучше не спросить. О, почему? Things are not okay. Hope things go better. And as for me, I'm happy because I've just bought tickets for my vacation this autumn. That's really great. And where are you going to? I'm going to Rome and somewhere in Germany. Oh, that's really nice. European trip. Yay, that's good. Мы сейчас поговорили о том, как наши дела лучше всех дела у Оли, потому что она недавно купила билеты в Рим и куда-то в Германию. В прошлый раз мы тоже готовились к отпуску, и Наталья рассказывала нам, как вести себя в аэропорту, как не потеряться, на какие словечки иностранные стоит обращать внимание. Но, как правило, иногда, не как правило, иногда за границей приходится воспользоваться и поездами. Поэтому сегодня мы, наверное, разберем лексику, которая относится к вокзалам. At the railway station. Вот, railway station. Это будет вокзал. Железнодорожный вокзал, railway station. Просто station его тоже же называют? Station – это станция, вокзал тоже можно сказать. Но у нас ведь есть с вами bus station, railway station. Больше не знаю, какие еще могут быть stations. Автозаправочные. Ну да. Petrol station. Как нам спросить, допустим, как мне добраться до вокзала? How can I get to the railway station? Или show me the way to the railway station. How can I get to the railway station? Здесь будет сразу пласт лексики про иди вперед, когда не добрался. Go to the right, then turn to the left, and so on. Ну, это отдельная тема, я так понимаю. Вот, а есть разница между электричкой и поездом? Train – это поезд. Электричка – есть два варианта. Либо commuted train. Вообще слово commute – это ездить из города в город. Например, человек живет в одном городе, работает в другом городе. Это очень распространено в Англии. Такие поезда называются commuted trains. Люди, которые так ездят на работу, называются commuters. Commuters. Да, commuter train. I think there are many commuters in Moscow. In Moscow. In England there are a lot of commuters. Либо можно сказать suburban electric train. То есть это пригородный электропоезд получается. Но commuted train – более распространенный разговорный вариант. А он отличается по своей начинке, вот этот поезд, от того, который ходит на более дальние расстояния? Все эти европейские поезда, я вспоминала тут недавно, как они выглядят. Это обычные электрички, вот как мы привыкли. Электрички, которые ездят из города в город, там же очень маленькие расстояния. И нет необходимости в поездах, где со спальными местами, вот как мы привыкли ездить из города. Нет, подождите, обычная электричка – это какая, где мягкие кресла и столики? Или как у нас, как мы привыкли? Комфортные, нет, конечно, не с деревянными лавками, а с комфортными креслами и столиками. Вот электрички подобного рода, электропоезда, скажем так. То есть они вообще, в принципе, нет вот этого там «sleep in train» – спать в поезде? Нет. Это только такое есть в Китае, такое есть в Америке, в Бразилии, я знаю, есть поезда, как у нас, где люди покупают билеты со спальными местами, а в Европе это вот электропоезда, которые с сидячими местами. То есть они удивятся, когда мы им, допустим, скажем, что «ну я ложусь спать в поезде». Да. У меня была ситуация с португальскими школьниками, когда девочки впервые попали в подобного рода поезд, и они очень долго не могли понять, почему они должны расправлять постель, ложиться спать. Мне кажется, через пару суток у них вопросы бы эти снились. Слава богу, уехали из Москвы в Киров. Но одна девчонка плакала прямо потому, что вот совершенно ей необычно это всё было, и в не очень комфортном купейном вагоне она ехала. Ах, ничего, и в купе некомфортно было. А, кстати, как купе сказать? А купе по-английски... У них вообще есть? Есть ли такая лексика, если нет таких поездов? Есть, есть такая лексика. Это надо будет говорить им, когда они приедут сюда. Вот, ребята, это... Потому что, да, она... Comfortable вагон. А вагон, кстати... Carriage. Вагон по-английски carriage. А вагон-виллс к этому не имеет отношения? Third class sleeper — это плацкартный вагон. А sleeping car — это вагон купейный. А еще в каких случаях кар для поезда используются? Dining car, вагон-ресторан. Интересно. Оля, ты часто посетишь вагон-ресторан? Когда ты путешествовала? Ты путешествовала? От Кирова к Москве, например. Я спросила Олю, часто ли она ходит в вагон-ресторан во время путешествия, например, из Москвы, не в Санкт-Петербург. Из Кирова в Москву, но Оля, сославшись на дороговизну, дороговизну, expensive, что меня запасает, моя мама, яйца, курицу, ну что там еще бывает? Cucumbus? Да, кукумбус обязательно, ну и заесть лапшой быстрого приготовления. А, кстати, лапша быстрого приготовления. Нудлс. Нудлс просто, да? А ее едят за рубежом? Едят. Конечно, едят. Да. Приходишь в магазин, good morning, some pasta, can you buy some noodles? Паста – это вот то, что нам в ресторанах подают, а нудлс – это лапша, вот домашняя лапша, вот эти вот, которые, например, наши бабушки лапшу делали раньше, коротенькие, а у них там вот эти длинные, вот это нудлс называется. Ну, кстати, мы вот еще попутно сейчас разобрали время present simple, когда я Олю спрашивала, does he, she, прости, Оля, does she open, которая виза была, как расставлять там в отрицании, и все. Ну, вроде справилась. Да, все верно было сказано. А давай напомним тогда. В утверждениях глагол просто берем, когда мы говорим про себя, I go to Moscow, если она едет в Москву, she goes to Moscow, добавляется суффикс s, чтобы задать вопрос, ты едешь в Москву? Мы берем вспомогательный глагол do, do you go to Moscow? Или, если нам нужно про кого-то расспросить, едет ли он в Москву, does появляется вспомогательный глагол, потому что про него спрашиваем, does he go to Moscow? Ну, и соответственные ответы, yes, I go to Moscow, no, I don't go to Moscow, либо he goes, he doesn't go. А еще вот момент такой, то есть если я, например, вот спрашиваю, do you often go to the dining bar while traveling? Во время путешествия мы переведем, это не время, это будет абстрактное существительное. То есть это можно в любой другой ситуации использовать? Да, да. А можно просто сказать traveling to Moscow или лучше while это все-таки взять? While traveling, это во время путешествия, travel into Moscow, I go to the dining car. Путешествую я в Москву, я иду в вагон и ресторан. То есть это разные функции, причастные там, диепричастные вот эти вот, да, обороты, они будут тоже иметь место и выражаться вот таким образом. Либо просто travel into Moscow, путешествую я в Москву, это в нашем языке, это диепричастный оборот, верно? Соответственно, мы просто берем с вами глаголсынговым вот этим окончанием или суффиксом мы его называем. А еще вот если я спрошу don't you go to Moscow, это что я спрошу? Не едешь ли ты в Москву случайно? Захвати посылочку как-то так. Отрицательный вопрос так называемый, да? Don't you go to Moscow? Как будто бы уже подозреваешь, что человек едет в Москву. А как ответить на этот вопрос? Я не еду... Don't I go to Moscow? Да, не едешь ли ты в Москву, не еду? No, I don't. Or yes, I do. Да, я еду, yes, I do. Так, если вот мы, например, уже все на вокзале на каком-нибудь, в Амстердаме, например, и нужно уточнить вот платформу, все это вот как... Да, вот есть билет, и мы ищем, куда с ним бежать. Там же что-то будет написано, нужно как-то это понимать. Платформ А, платформ Б, например, там будет это указано. А не один, а три. По-разному бывает, да? Бывает разное. В Амстердаме, я, честно говоря, не помню. Ну, там, возможно, и номера, и цифры, как угодно там может быть. Ну, то есть, чешите слово платформ. Да. Там идут указатели везде. Прежде чем заходить на платформу, необходимо, как у нас раньше, прокомпостировать, да, этот билетик, талончик, но только в электронном виде, там просто штрихко считывается. А как вообще эта процедура называется? Валидаторство какое-нибудь вот. И вы должны, you must, что сделать с вашим тикетом. Там, честно говоря, вообще никто не подсказывает, там все в электронном вот этом виде. То есть, ты покупаешь электронный билет, то есть, там нет кассы, где можно купить билет. То есть, это все делается в... Вот мы в Праге покупали в кассе. Там еще была интересная система, то есть, вот мы уехали втроем. И если ты, например, если бы мы брали билеты по одному, это была бы одна стоимость. А так как мы брали втроем, и там еще, я, к сожалению, не помню, как это по-чешски звучит, вот прям вот какой-то вот тариф, он называется каким-то словом. И нас научили, сказали, подойдете к кассе, произнесете вот это слово, и вам дадут билеты. Ну, то есть, прям скидка такая существенная. Вот в Италии, в Голландии билеты я покупала по электронным, электронные билеты. То есть, выбор, слава богу, там выбор языка есть, английский, поэтому там все можно понять, что ты хочешь. А потом этот билет... В Италии мы этот билет показывали контролеру у поезда. Как контролер будет? Инспектор. 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 Тикет коллектор. О, как. А я вот в Италии, наоборот, думала, запуталась в своем билете, не знаю, на тот поезд, не на тот сажусь, встречу обязательно дяденьку при входе. Тикет инспектор? Да, тикет инспектор. И он меня... Help you. Will help you. Ну, да. Поможет тебе. Перенаправит или просто help me. Так вот, никого не нашла, пришлось сесть, к счастью, угадала. А я вот так, к счастью, не угадала. И села не в тот поезд, который ехал туда же, туда же ехал, но не в то время. И я попала на файн, на хороший штраф. На штраф? Файн. 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 Звучит как что-то хорошее. Хорошее. Файн был такой внушительный, по-моему, 15 евро или сколько-то там. Ну, вот, кстати, о времени. Не знаю там, правда, как в остальных странах. Вот мне только в Чехии довелось поездами воспользоваться. Поезда настолько пунктуальны, потому что мы вот как в России привыкли. Ну, вот написано, что он во столько-то прибывает. Ну, значит, где-то вот ты берешь там плюс-минус several minutes, сколько-то там минут. И мы, соответственно, когда пришел на одинокую станцию в маленьком городке какой-то поезд, мы в него запрыгнули полностью уверены, что это наш поезд, потому что время-то вот где-то вот тут, вот рядышком. Оказалось, что это поезд в противоположную сторону, а наш пришел именно в то время, которое указано в билете. Ну, это пунктуальность транспорта, это действительно у них все по секундам. То же самое на автобусных остановках. Можно считать секунды. Отсчитываем обратный отчет от 10, 9, 8, 7, и там написано due to arrive. Вот-вот приедет, и он подъезжает. То есть удивительно, там нет вообще никаких задержек, ни поездов, ни автобусов. То есть все очень адекватно. А как задержка, кстати? Делай? Делай. А мы в аэропорту, в теме аэропорта. Вот что называется стабильность настоящая. Ну, если, конечно же, там, понятно, сбои везде возможны, тогда там будет написано bus delay 5 minutes, например, там, опаздывает на 5 минут. Но один вот раз я, по-моему, такое видела, я сейчас припоминаю в Англии, и то это был вечер, когда, ну, уже не так людно. А если вернуться вот к покупке билета, как нам понять, откуда, как обозначить? Откуда? Direction. Куда? From? To. From? You choose the direction. Вы выбираете направление. From, for example, from Oxford to, ok, from London to Heathrow Airport. Давайте так, да? То есть вот этот поезд. Heathrow, если кто-то не расслышал. Аэропорт, Heathrow, чтобы добраться из Лондона, необходимо воспользоваться commuted train, но то же самое у нас, да, в Москве, чтобы добраться до любого аэропорта, мы тоже используем commuted train, вот эту вот электричку. А что еще понадобится указать, когда билеты покупаешь, как нам опознать там? So, the direction from to, откуда, куда. You choose the time, вы выбираете время. Time, так и будет написано time. Time, когда вам нужно ехать, и, соответственно, там будут указаны, какие есть варианты. Как правило, они там каждые полчаса ходят из Лондона в Heathrow, и, соответственно, можно выбирать то время, которое вам необходимо. Вот, ну, учитывая, что все вот прям такое электронное, я даже не знаю, вот кому можно задать вопрос, если, например, там, а в какое время отправляется вот эта электричка до Heathrow? At what time? What time? А давайте еще какой-нибудь вариант для тех, кто не так хорошо знаком с языком, что-нибудь попроще. Не знаю, время commuted train просто. Time commuted train to Heathrow. Так вот можно накидать словом, и все, без всяких вспомогательных глаголов. Все равно поймем. Ну, главное же, чтобы поняли и подсказали. Главное, чтобы ты ответ понял, а то все это бессмысленно. Ну, определяющее слово в любом случае commuted train. Ну, кстати, у нас же есть вот небольшой аудиофрагмент, назовем его так. Правда, с вокзала из Санкт-Петербурга. Мы попробуем сейчас попрактиковаться и перевести его на английский язык. Оля, запускай. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на скорый поезд номер 7, Петербург, Севастополь. Отправление в 20 часов. Поезд находится у платформы номер 5, правая сторона. Нумерация вагонов начинается со стороны Москвы. Продолжается посадка на скорый поезд номер 7, Петербург, Севастополь. Отправление в 20 часов. Поезд находится у платформы номер 5, правая сторона. Нумерация вагонов начинается со стороны Москвы. Благодарим за внимание. Ну, вот сразу продолжается посадка. А посадка? Бодин. 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 А как вообще вот сама вот эта фраза у нас будет звучать? Как сориентироваться, услышать ее и понять, что твой поезд вот-вот отойдет? Ladies and gentlemen, boarding to commute train or express train to Moscow starts at platform 5 or at platform 3. Как там было? Вот она говорит express. Express train. Ну, у нас же есть вот эти вот аэроэкспрессы или скоростные вот эти поезда, express trains. Ну, поезд из Санкт-Петербурга в Москву трудно назвать коммьютер, хотя, наверное, для кого-то он такой есть. 23.59 время отправления. 11.59. А вот это departure time или как это? The departure time is 11.59 pm. И платформа 6. Platform 6. Правая сторона. The right side. Мне кажется, за рубежом не бывает таких вот сложностей. Просто платформа, да, и перешел. А у нас еще бывает платформа 8, путь 2 или 7. Вот с какой стороны смотрят. Платформа у нас, платформа пути, это tracks. I think it depends on the size of railway station. Думаю, это зависит от размера вокзала. Там тоже где-то могут возникнуть всякие номера, платформ. Тут вот она вообще сказала какую-то странную вещь, нумерация вагонов от Санкт-Петербурга. What does it mean? Что это значит вообще? С хвоста поезда, видимо, для нас более привычно. Но они в Санкт-Петербурге знамениты своими необычными поворотами. Ну, вообще, мне на самом деле кажется, что тут вот эта вот вся вот эта вот лексика, и все, она будет более полезна не для нас там, а для них у нас. Потому что очень много... Потому что, например, вот этот же плацкартный вагон, да, the third class carriage или third class sleeper, у них просто есть first class, business class, carriages, вот эти вот вагоны первого класса, бизнес класса, economy class, соответственно. А тут они раз и иностранцы попадают в ситуацию, что у них есть sleeping car, спальный вагон. Да, то есть тоже все интересно. А есть еще в спальном вагоне, ну, в купейном, да, например, вагоне, есть верхняя полка и нижняя полка. Соответственно, upper birth – это верхняя полка. Lower birth – это нижняя полка. Upper birth – lower birth. Оля, what birth do you prefer? Какую полку ты предпочитаешь? I prefer upper birth. Why? There is... Как сказать, никто не приходит позавтракать ко мне с утра туда. Пока я сплю. No one troubles me with his or her breakfast in the morning. Интересно, кстати, you trouble me, they trouble me, да? Trouble – это напрягать... Да, напрягать. Причинять неудобства. Неудобства, да? Тревожить. Вот хорошее слово тревожить. Nobody troubles me with his or her breakfast. And I prefer lower birth, because for me, it's very difficult to climb to the upper birth. А я больше... А я предпочитаю нижнюю полку, потому что мне очень трудно забираться на верхнюю. Взбираться буквально. Взбираться, да. Ну, потому что это на самом деле так и выглядит. It looks like this. Climbing. Yes. А я сейчас попыталась представить вот иностранца, который, значит, приехал к нам, еще не повезло, с comfortable sleeping car. Sleeping car. У него плацкарт, и, значит, ему нужно лечь спать. Вот тут 50 человек еще кругом, и надо расправить кровать и залезть там. А вот эта вот приватность, как сказать, что... Privacy. There is no privacy in third class. Or personal space. Когда у меня был опыт перевести группу школьников из Москвы в Киров, соответственно, и так девочки всего боялись. Они действительно очень сильно боялись России, потому что она им представлялась большой, огромной, недружелюбной и так дальше. Они правильно ее представляли. Немножечко оказалось, конечно же, по-другому. Я максимально старалась им помочь. И так получилось по билетам, что половина девочек с их сопровождающим учителем ехали в одном вагоне. В удобном вот этом комфортабельном вагоне sleeping car, comfortable sleeping car, new sleeping car. Да, вот это новое, где очень все удобно. С биотуалетами. Как, кстати, биотуалет? WC's. Просто не биотуалет, наверное, не существует там. Да, да, да. Не существует, реально. It will be surprise. А вторая часть девочек вместе со мной ехали в sleeping car старого типа. Да. И вот для них это, конечно, они испытали всю прелесть наших волшебных туалетов, которые закрыты долгое-долгое время. А мне прям хочется в ладоши похлопать. И вот там девчонка одна не выдержала, она расплакалась просто потому, что, а как сказать, туалет еще не открыт. WC is still closed. Или is not opened. What? Спросит у вас ребенок из Португалии. Для них это был вообще, конечно, абсолютный шок. И они говорили, о, другим тем, которые там в том вагоне были. Oh, you are lucky. You have such a comfortable car. Our car is awful. А, кстати, вот про туалеты, да, WC. А если вот частенько вот это вот слово toilet фигурит. Toilet, да, конечно. Понятно, мне поймут, что я хочу. Однажды я бы пыталась попроситься в туалет, ну, как это там распространено за рубежом, зайти в кафешку, оставить там 50 центов или евро на стойке и пройти, воспользоваться их услугами. И я хотела спросить, где это находится, применив нашу дамскую комнату. Меня не поняли. Пришлось покраснеть. И сказать toilet. Да. Нормальная ситуация. WC. Общее принятое слово. Поэтому оно везде абсолютно понятно. А вот еще вспомнила историю, кстати, про ценообразование. Как будет скидка на билеты? Discount. Discount. Покупала билеты в Италию с дискаунт. Большой дискаунт. Там 9 евро путешествие из города в город вместо 20 с лишним. И в отличие от наших железных дорог, которые продают с дискаунтом на не самые комфортабл... Trains. Trains и места. Places. Нет, births, давайте будем говорить. Births, койки. Там просто, видимо, зарезервировано какое-то количество тикетов со скидкой. И ты выбираешь себе место. То есть ты можешь поехать за совсем небольшие деньги в удобных условиях. И вот все эти туалеты, которые там были, и зарядки для телефона, и столики. И прям по цене нашей электрички Киров-Котельнич. Мне кажется, есть к чему стремиться. А если я, например, хочу спросить у своего соседа, могу ли я воспользоваться вашей зарядкой? Can I use your charge? И чаще всего они... I think they will let you do it. Ну, ты же ведь дашь свою зарядку тебе, ведь не жалко. А как незнакомый? Stranger? Stranger. Как сказать? А ты что, не дашь зарядку незнакомому человеку? А если вернуться к переводу вокзальных вещей, у нас сегодня такой развлекательный эфир. Недавно совершенно знатоки английского языка покатались в поезде Сапсан и послушали объявления, которые звучат там на английском языке. Я тоже, кстати, ездила. Ездила в Смоленск. Звучит очень пафосный голос. Мы перебиваем в Смоленск. City of martial glory. Город-герой. Вот. И звучит перевод, просьба провожающим выйти из вагона перед отправлением, которая переведена так, что насмешила половину интернета. To mourn – это вообще провожать последний путь. И вот эти плакальщики – это mourners. Это на похоронах. Сейчас уже у нас, по-моему, такого нет. Но вот раньше плакали, оплакивали умершего человека. Бабушки, которые очень громко это делали. Вот это mourners. А так-то провожающие те, которые добрые люди, которые друзья, родственники провожают нас в дороге. То есть, когда мы уезжаем на вокзале, нам ручкой машут. Это seeers off. Seers off. To see off – это провожать. I see off my friend. She lives to St. Petersburg, например. Я провожаю подругу, она уезжает в Санкт-Петербург. Так вот, я see her off. Оля, do your friends usually see you off? Твои друзья обычно тебя провожают? Yes, my friends usually come to see me off. Come to see me off. Usually come to see me off when I leave Kirov. And Daria, do your friends do the same? You know, yes. А как сказать более того? Moreover, moreover, we have a tradition. У нас есть традиция. We don't leave railway station. Так сказать, пока поезд until the train уедет. Runs away. Runs away. Так, мы не уходим с вокзала, пока поезд не уедет. Мы называем, ага. We call it to... В общем, это называется посмотреть взад поезду. To see the back of the train, I don't know. To see the last carriage of the train. Вот, да, вот на последний вагон нужно посмотреть. We call it to see the last carriage of the train. And do you see yourself help you with your bags? Sure. You know that my... Как сказать мой рост? My height? My height is not very big. I'm not that high. I'm not that tall. High надо убрать. Height, потому что это... Height это рост. Я невысокая. I am not tall. Я не такая высокая. I am not that tall. Такой разговорный вариант. I am not that tall. That is why not only friends, but even strangers help me with my carriage, baggage, luggage. Suitcases. Suitcases, luggage, да. И можно попросить, не могли бы вы мне помочь с моим багажом, да? Could you please help me to lift up my suitcase? Это, например, наверх положить чемодан. У нас же есть там третьи полки для того, чтобы складывать чемоданы. И, наверное, последнее, что мы на сегодня успеем, это сказать людям, которые нас провожают, счастливо, а они нам скажут счастливого пути. Или скатерти-дорожка, что-нибудь такое. Good journey. Pleasant journey. Это мы пожелаем по-хорошему счастливого пути, никого не обижая. Ещё можно enjoy the journey. Очень много вариантов. Have a good trip. Have a safe journey. Safe – это буквально безопасный, да? То есть безопасного вам путешествия. Пусть всё будет хорошо. Что-то типа этого. I wish you a good and pleasant journey. Это не слишком высокопарно так. Оля, I wish you a good and pleasant journey. Это будет, если, как подруги, ну да, так, достаточно официально, если мы провожаем гостей города, которые приезжали по делам, то, да, это будет уместно. А так друг другу, как друзья, мы можем сказать pleasant journey. Have a good journey. Have a good journey, dear listeners. Не забудьте посидеть на дорожку. Это была программа Lingophone. Мы выходим в четверг в 2 часа дня и в субботу в 11 утра. Вы всегда можете ещё раз послушать наши выпуски, чтобы закрепить полученные знания на сайте eho.kirova.ru в разделе программы. Учим английский с преподавателем, директором Лингвистического инновационного центра образования Натальей Гончаровой. Мы, Дарья Топуздива и Ольга Бальзина. Have a good day, girls. Thank you. Bye. Goodbye. Программа Lingophone.